добрый день спасибо что пришли меня зовут анна ладошкина я веб разработчик и немного дизайнер тоже веб теплицы социальных технологий и сейчас мы с вами поговорим о том как будучи опять же дизайнером и немного разработчиком 2016 году попытаться сделать что-то хорошее и эффективно для некоммерческих каких-то или социальных или там каких-то гражданских активных проектов и не наступить на грабли но сначала хотел бы чтобы мы немножко познакомились а кто здесь ну скажем дизайнер ну скажем так профессиональный или на пути к этому есть такие так отлично а те кто просто ну скажем там говорит о себе что скажем я делаю сайты или я делаю интерфейсы я делаю что-нибудь такое в вебе ага отлично но и а кто вообще ничего не знает про дизайн но ему нравится это слово отлично у нас прекрасный состав и так значит такое небольшое прилюдие заключается в том что для большинства некоммерческих и каких-то таких инициатив на ранней стадии на стадии кого-то начала когда мы пробуем понимаем как нам общежить с этим проектом дальше пойдет ли он у нас будут ли у нас ресурсы наиболее распространенная форма их существования вот на этой ранней стадии это лендинг пейдж или посадочная страница то есть это какой-то одностраничный такой достаточно обычно длинный формат который чем-то рассказывает про наш проект и обычно люди там могут что-то сделать но здесь у меня пример частности канадского красного креста почему именно этот пример потому что несмотря на все мыслимые немыслимые косяки про этот пример точно известно что он хорошо собирает деньги и это вот в какой-то мере классика жанра такого некоммерческого лендинга который для одной какой-то цели существует зачем-то либо эта компания в поддержку кого-то где люди должны там не за проголосовать либо это вот сбор пожертвования опять же там на что-нибудь как правило конкретное либо это какая-то форма там скажем регистрации для того чтобы там вывезли мусор или потому что я хочу там помочь куда-то пристроить бездомных животных или я просто против того что бездомные животные были ли я наоборот за но вот чтобы люди каким-то простым действием до выразили свое отношение или поддержку к проблеме это большой в общем спектр задач которыми вот эти ранние проекты охватываются какие же грабли нас подстерегают 2016 году прямо сейчас вот прямо тут вот в марте посреди самары вот тут вот куда мы забрались на мой взгляд грабли эти следующие большинство может быть не все дизайнеры такие но я вот например в этом смысле классический образец такого дизайнера являю я научилась делать сайты лет примерно может быть шесть назад или семь и соответственно все это время я делала сайты и как они выглядели они выглядели вот так вот как-то на экране люди в них мышкой тыкали кнопочки нажимали что там с ними происходило и вся моя дизайнерская мысль все в общем чему я как-то там стремилась и хотела но в этих рамках существовал я так научилась последние несколько лет произошла такая история это исследование которое провели совместно mail.ru и tns web-index которые померили сколько людей в интернете с каких устройств в этот самый интернет выходит по состоянию на по моему 1015 год где примерно октябрь и тут мы видим что столько вот этих компьютеров которым я привыкла за все вот эти сколько там было лет только 30 процентов пользователей выходят в интернет 52 то так то сяк то они там на работе сидят чего-нибудь пока начальство не едет а потом пока не с этой работой едут они выходят с мобильных а 18 процентов пользователь подумайте это причем только в октябре 15 год сейчас этих уже больше выходит только с мобильных у них нет никакого компьютера никогда его глаза не видели интернет у них дорогой общение не знают что это а в мобильнике у них там есть ватсап и вот они значит там с ним что-то делать вот такая ситуация в которой мы находимся сегодня и поэтому когда мы говорим о том что люди должны выразить нам свою поддержку мы чего-то от не хотим мы не можем ее игнорировать когда мы делаем дизайн и грабли самые главные самые такие важные на мой взгляд грабли которые нас подстерегают это в том что мы просто в прямую транслируем вот этот опыт с десктопа вот сюда это не успешно и неправильно почему сейчас я несколько таких примеров приведу почему это не работает ну что делать дизайнер да тут мало места поэтому наши какие-то обычные лаяуты которым мы привыкли композиции да то есть там главная колонка боковая колонка меню там еще какие-то штуки которые вы наверное все на сайтах визы ли даже если вы сами дизайнер я думать слова вам понятны что делаем мы мы просто берем их выстраиваем в одну колоночку друг по другом как получится и очень часто получается плохо потому что логика в которой они представляются на большом экране где они могут быть рядышком где может быть что-то сверху что-то сбоку что-то куда-то выезжать эта логика нарушается потому что они идут друг по другом нужно скролить люди не скролят или забывают или чего-то они там не заметили и конечно когда они смотрят на верхнюю часть страницы они понятия не имеют человек там ожидает внизу и все и вся эффективность все наши отлаженные посчитаны там те как они там называются call to action они в общем тебя к черту и матери потому что они не работают тут второй пример это в общем ночной кошмар верстальщик под мобильные устройства это мобильные формы когда нам нужно чтобы люди какую-то информацию нам о себе оставили хотя бы даже минимальную если речь идет например о пожертвовании кто-то ночной кошмар вдвойне потому что это платежная информация она очень важна если человек ее не ввел или вел неправильно у вас отказ от пожертвования и в общем кошмар караул ужас и к чему приводит до такая прямая трансляция опыта что эти формы они становятся неудобными в них не попасть пальцем не видно что там написано все эти там лыбочки разъехались грубо говоря люди просто не заполняют их потому что вот они их на десктопе то не заполняют а вот тут уж тем более большие заставки мы их очень любим потому что это простой эффективный способ быстро донести информацию но при каком условии при том что он помещается в глаза это все видно и тут вот все хорошо красиво дети плачут там кнопки значит что-то написано куда бежать если вдруг что все это замечательно но когда мы это смотрим вот так это все превращается в маленькой не разбери чего текст значит всю эту картинку закрывает может быть он даже прозрачным тогда текстом не прочитать кнопка куда-то уехала и общем hero image это так называется в англоязычной литературе он уже больше никакой не hero и все и люди заходят думаю боже куда я попал что мне с этим делать поэтому вот это просто примеры да на самом деле таких примеров вот просто зелен если мы любую культ среднестатистическую страницу возьмем мы имеет я надеюсь если успеем сделаем мы таких примеров наковыряем просто вот и маленькую тележку вопрос что делать я предлагаю сегодня нам сначала немножко посмотреть на то что же такое мобильное устройство чем она драматически отличается от экрана чтобы просто немножко понять почему ну то есть становится понятно что нельзя просто напрямую транслировать этот опыт надо как-то специально сделать какой-то дизайн для мобильных но у нас во первых мастер-класс не резиновый во вторых дизайнерское время тоже там 30 бакс в час и поэтому в общем надо торопиться поэтому что для нас такое мобильник это вот один только конкретный пример а на самом деле их там вот не счесть то есть это физическое устройство в которой люди держат в руке своей конкретной вот руке и тыкают пальцем это его фундаментальное отличие от просто экрана который люди не держат а смотрят какого-то там определенного расстояния руки у них при этом свободны они могут нажимать на клавиатуре у них есть мышка тоненькая все прекрасные great ну я не беру сейчас какие-то крайние случаи там людей с ограниченными возможностями туда-сюда это не предмет нашей беседы поэтому мы вот такого средне здорового пользователя принимаем в расчет вот когда это вот так все меняется потому что зависит именно от физических возможностей человека как он с ним взаимодействует с этим всем и тут я хочу сразу обратить момент что для нас как дизайнеры с другой стороны этот выход физически мер означает что пока не существует надежного такого уверенного способа на своей стороне даже на клиентской так сказать определить а какое именно устройство у него в руке мы допускаем довольно часто просто по размеру экрана что если размер такой-то то это наверно там мобильная если секует это это значит скорее всего планшет или что-то там еще но прекрасные производители этих устройств подсуропили нам замечательно тем что придумали вот эти вот то что называется фаблида что-то посредине не то несет придумали ретину который там расширение экрана такое что ее с десктопом перепутать прям просто вот как нефиг делать и в общем мы должны предполагать сразу что мы не знаем какое устройство у человека в руке но добрые люди у меня нет ссылки на конкретные исследования из которой я взяла эти цифры простите меня за это но вообще я взяла ее из книжки изданная list apart design footage и если вы читаете по-английски я очень рекомендую эту книжку прочитать однажды макс иванов и фербер переведут ее на русский но не ждите в общем читать ее прямо сейчас здесь приведены результаты исследования которые говорят о том что люди держат вот в 30 процентов случаев телефон вот так и во всех остальных случаях как-то вот по-разному то есть на самом деле нет какого-то устойчивого поведения одной рукой или двумя большим пальцем или указательным тыкает человек в экран но есть такая зависимость что чем более опытный пользователь дать им чаще он держит ну либо одной либо двумя руками используют большие пальцы и поэтому вот такая у него формируется но если это праворукий человек если соответственно лишь а то наоборот но тем не менее все равно доминирует именно вот какой-то такой формы зона так называемой комфортной зоны куда ему удобно попасть пальцем соответственно что это такое это та область где могут находиться какие-то кликабельные вещи кнопки вот эти призывы к действию элементы управления какие-то судьбоносные для так сказать задач вашей страницы они должны находиться в зоне физической досягаемости потому что если вы куда-то их засунете вот по углам то человеку будет неудобно туда дотянуться и он не будет так старательно это делать как бы нам того хотелось но когда у него экран физически меняется не просто меняется размер но меняется то как люди используют это вот если планшет который держит вертикально видите как драматически вообще меняется зона то совершенно по-другому располагаются вот эти вот вещи где куда-то чего-то удобно здесь приведен пример гибридных устройств у нас они в россии к счастью не так распространены но это западная книжка там они более значит популярны гибридные устройства где есть клавиатуры можно пальцем еще тыкать вот и там тоже вот эти комфортные зоны распределяются иначе то есть на самом деле мы видим что не только размер экрана имеет значение но это куда человек может дотянуться второй принцип хорошо известный так сказать дизайнером интерфейсов до компьютерную эпоху когда еще не было никаких мониторов никаких мышек никто не приучался в них тыкать этот принцип называется контент сверху калькулятор лучшие тому показатель или например весы почему потому что когда мы держим телефон и что-то нажимаем мы физически рукой и физически пальцем закрываем то куда мы нажали поэтому а быть а на мониторе этого не происходит потому что мышка маленькая на ничего не заметил не закрывает и даже если надо ее там через весь экран куда-то протащить то это ни на что не влияет потому что она ничего не загораживает а рука загораживает все это меньше пальцы маленькие а если побольше конечно пол экрана способны перекрыть поэтому качок что-то нажимает он не видит куда он нажимает это важный фундаментальный принцип поэтому отклик на действие всегда должен располагаться на мобильных устройствах выше чем какие-то вот ну области какие-то элементы которые вызывают это действие и здесь он проиллюстрирован этот принцип и мы должны его освоить и забрать с собой на эти мобильные штуки 3 3 особенность который надо учитывать заключается в том что мы делаем дизайн ну сайта или странички или какой-то штуки которая не просто нативное приложение которое поставили открыли его то ну ваши и вообще там в телефоне есть еще другие приложения есть операционная система во первых которая создает свою среду свои элементы управления это раз а случае веб страниц есть еще и браузер который тоже занимает место у него есть там свои кнопочки свои панельки управления они разные в зависимости от операционной системы зависимости от такой браузер это все как бы нужно учитывать и что самый печальный какого-то общего знаменателя тут нет потому что допустим есть конкуренция до между производителями программного обеспечения устройств и каждый там в общем пытается чет свою дуду частности хорошо известные историю здесь вот она отображена у андроида вот есть панель управления нативная да так называемая которая именно операционной системы создается и поэтому когда вы внизу распространять располагаете какие-то важные элементы управления приложением или тем более страницы выступаете в конкуренцию с этими кнопками потому что ошибиться и попасть не туда довольно просто особенно если палец большой она и оси такого нет потому что нет такой панели она там более хитро спрятана и есть как бы вот эта кнопка home это надо учитывать каким образом что а тут еще бывает браузер до вступает с нами тоже взаимодействие есть свои в общем правила свои задачи но главное что нужно помнить о том что если мы располагаем здесь внизу какие-то вещи мы можем вступить в эту конкуренцию они должны быть крупные они должны быть хорошо обозначены и лучше чтобы их было вообще мало для сайта в частности сам google они вообще не дураки они знают про эту свою историю они придумали концепцию фаба да то есть вот этой фиксированной кнопки которые располагаются тут внизу фаб потому что это floating чего-то там батон да вот всему свое время и она как бы рекомендуется что-то надеюсь одна большая крупная эта кнопка заходишь не ошибешься у меня там по он дальше будет пример что такое фактор ненадежного экрана на я забегая вперед немножко сказал уже про размер про то что мы не можем даже иногда и размер то в общем вещь переменная почему потому что есть поворот да то есть мы можем держать вертикально можем повернуть и все стало вдруг по-другому особенно это касается айпадов которые там общем есть где развернуться что называется переворот вот этот поворот до вызывает драматическое какое-то изменение положения а почему она драматическая потому что концепция первого экрана как ни странно на при этом никуда не делась люди все равно что-то видят сначала они держат вот так видят там все кнопочки все они хорошо по меня получается потом их там в машине тряхнул у них что-то повернулся хоп ничего нету все пропало это первый момент а второй момент связан как раз с разрешением зумом с вьюпортами которые надо получается нам даже если вы сами не верстаете даже вы не про viewport вообще никогда не слышали значит что нам приходится делать нам приходится лезть google читать эти вьюпорты и разбираться где у чего он у кого какое где у кого какая плотность потому что если вы нарисовали кнопку чисто дизайнерскими способами там я не знаю не дай бог фотошопе но в лучшем случае в иллюстрат или еще лучше в скетче конечно если вы нарисовали эту кнопку без учета вот этого всего она фига акси вот так усенькой маленькой на экране фиг вы в нее попадете а почему это важно сейчас скажу потому что есть вот эти дефект так называемый быстрых пальчиков потому что ну люди особенно такие чуть более продвинутые пользователи они тыкают в общем в экран довольно быстро а палец это физическая вещь как не прицеливайся он вот вот такой и если ваша кнопка очень маленькая или очень какая-то там прям вся из себя у него просто не попасть физически поэтому опять же добрые люди провели исследование все померили все посчитали первыми такими любителями все посчитать были полно потом у них нашлись значит последователи которые выяснили что минимально допустимый размер того в чего комфортно человеку попасть с экрана 7 миллиметров в диаметре или если это квадрат квадрат 7 7 там где в менее комфортной зоне располагается элемент он должен быть крупнее потому что попасть него сложнее вероятность того что вы промахнетесь выше соответственно чем ближе к этим некомфортным зонам тем крупнее он должен быть и вот тут мы приходим к прекрасной штуке есть у нас там вот в css и 7 миллиметров а фигушки нету такого да у нас есть пиксели у нас есть ремы и мы там чё хотите а миллиметров нет и поэтому мы вынуждены учитывать эту физическую плотность устройства и примерно прикидывать как там чего должно быть опять же добрые люди за нас посчитали и вывели среднестатистический размер такой более-менее безопасный ты 44 пикселя по минимальной стране то есть если у вас есть что то что люди должны нажать вот в более-менее в комфортной зоне это должно быть не меньше чем 44 пикселя если это чуть какой-то менее комфортный зоне еще больше должно быть чтобы не промахнулись и на действительно меня нету этого примера но то о чем справедливо заметил глеб если элемент находится в каком-то неудобном месте то вероятность промахнуться выше и он не просто должен быть крупнее но вокруг него не должны располагаться быть других элементов потому что даме степ он очень вероятен но если это происходит да то есть если элементы рядом то тогда что называется цена вопроса не должна быть какой-то критичной то есть понятно что у нас есть какое-то количество кнопок который нам нужен вот и нам нужно такое хоть умри и мы тогда приоритизируем те кнопки которые рядом они не не должны быть носить такое код там судьбоносное значение с чек промахнулся то ничего не у него не должно нам не знаю все стереться его не должно засосать черную дыру и так далее ничего плохого с ним происходить не должно а какие-то вот необратимые действия типа там подтвердить заплатить отказаться все удалить должно быть в каком-то таком месте пуле не пробиваем что вот не промахнешься подводя итог такой быстрый из вот этого всего можно сделать несколько простых правил вывести которым необходимо следовать но первое правило на тут не обозначена но тем не менее оно заключается в том что не транслировать напрямую с десктопа особенно если вы делаете сначала для десктопа свою вот эту вот придумку в идеале начинать с мобильного есть подход который называется mobile first у него там свои адепты фанаты ни одно копье там холиварах сломано но я вот например физически не могу я за эти годы привыкла начинать вот вот с этого значит поля и как я не стараюсь и не могут и сразу запихнуть на мобильный но поэтому ну вот я например что делал я сначала как там прикину как это на большом экране потом возьму паузу там в несколько часов в идеале день и на что называется свежий голову думая как это на мобильном как где чего там куда и зачем это позволяет эту логику увидеть а потом мы сверяем и думаю можно лет сверстать потому что выясняется что эти два устройства дизайны например могут вообще быть далеки друг от друга как полюса и единой какой-то версткой который нам необходимо для адаптивного дизайна их ну никак не совместить тогда что делать перестраивать где-то там подводить друг другу какую-то логику выдумывать чтобы это было возможно это какие простые правила на самом деле навигация вот то что на десктопах считается важным элементом ориентирования но там нужно кому-то чтобы понять прочет сайт там все наши эти а нас что там еще бывает меню на мобильном это не надо то есть навигации пользуются люди на мобильном как вот просто спасательным кругом как последние надежды когда они уже нигде ничего не нашли они 10 раз промотали ваш сайт туда-сюда и ничего не обнаружили на нем тогда вот они жмут это меню поэтому бог с ним пусть она будет там где неудобно где не видно у него все равно никто не нажмет но просто там чтобы было там не знаю для поисковиков и так далее или для еще каких-то вот прям совсем критичных вещей но это означает что основные элементы связанные с содержанием да с какими-то структурными вопросами вашего сайта лендинга чтобы это не было должны быть прям странице прям содержание должно быть можно все найти тут нет у меня к сожалению скриншота но иногда делают даже что навигация на просто прям продублирована внизу виде футера в открытом каком-то виде и человек прочитывая страницу до конца и и находит и понимает что вот я теперь могу пойти туда-сюда и вот такая логика что здесь у нас еще критические элементы управления зонах комфорта то есть если у вас на сайте есть то есть это необходимо приоритизировать у нас всегда какой-то набор элементов управления каких-то кнопок которые надо нажать форум который надо заполнить и что-нибудь там еще но для вот этих зон где удобно нажимать они ограничены по своей площади поэтому выбираем самое важное и здесь становится эта задача еще более критично чем на десктопе хорошо когда на десктопе одна кнопка все понятно куда жать но на мобильном это в общем в парсеке становится более важным размеры расстояние между элементами управления большие конечно это субъективное название большие когда нас тут всего-то пикселей ничего но это важно да то есть логика визуальной иерархии приобретает дополнительное значение если раньше мы могли каких-то там кнопок нашли путь три ряда и бог с ними здесь он здесь так больше нельзя надо скрывать надо обводить какие-то дополнительные до разделители если это там по-другому как-то не получается ну и последний момент о чем я говорила использовать композицию страницы которые учитывают то что это должно перестраиваться на мобильный если у вас есть сайт бар надо иметь ввиду что он уедет вниз и тогда не должно быть сайт бара а наиболее популярный сейчас там допустим способ решения этой проблемы заключается в том что сайт выстраивается такими папа полосами да такими полосатыми как бы секциями почему потому что каждая секция на своей логике сверху у меня тут справа слева чего-нибудь она друг по другу располагается но это верхняя секция на вся сверху чуть пониже секция на ниже и так далее так далее это технически становится можно верстать тут мы подходим к интересной проблеме что делать тем кто привык только рисовать интерфейсы и никогда вообще в css даже не заглядывал не знаю что там есть откуда я знаю чего можно сверстать у меня нет ответа на этот вопрос если честно потому что ни одно копье опять же сломано в интернете на предмет того что должен ли дизайнер уметь верстать нужен ли верстальщик уметь рисовать какие-то штуки на мой взгляд сейчас это различие стирается если вы не умеете кодить научитесь хоть чуть-чуть не надо там сразу верстать какие-то там прям приложение на angular и бог с ними просто хотя бы чтобы понимать логику формате что возможно что нет если вы не умеете рисовать научитесь хотя бы какие-то простые формы чтобы вы могли нарисовать какую-то простую свг-шку выбросить всякие вот эти размытые жпг и забыть про них навсегда потому что нас есть старые грабли которых которых у меня уже нет времени рассказать но я поэтому голопом по европам очень жаль что мы не успели сделать практического упражнения но может быть вы его сделать без меня я про него расскажу и так грабли номер два когда мы переходим на мобильный тоже становится важно просто в парсейке важнее чем где-либо еще это скорость загрузки казалось бы я вот сижу своем иллюстраторе рисую свои прекрасные кнопочки еще не плевать где там чё грузится но для проекта в целом это становится критически важно потому что не просто важно скорость какие-то миллисекунды чем он там показывает google speed inside потому что сами по себе цифры они вообще ни о чем важно так называемый это воспринимаемая задержка то есть человек нажимает ваше приложение вашу страничку у него ничего нет ничего нет ничего нет ничего нет он уже начинает думать что что-то наверно сломалась или может быть интернет отрубили закрывает и все он ничего не увидел в этом рисовали эти кнопки вы придумали вымеряли эти пикселя ничего не увидел и все и до свидания как этого избежать но тут проиллюстрирован на графике как влияет скорость загрузки дано показатель отказов то есть на то что человек уходит страницы в данном случае даже не дожидаясь вообще ничего ну тут в общем какие-то цифры неважно важно что наступает момент когда видите сто процентов тут наверное просто потому что кумулятивный эффект или хотя я честно говоря даже не могу сходу сообразить но присутствующие здесь специалисты по визуализации не подскажет как это должно быть проинтерпретировано но просто это на самом деле так да когда грузится очень долго люди просто закрывают и все и все ваши прекрасные кернинги которые вы там покрутили на 3 там я не знаю пункта никто просто не увидит вообще никогда что делать учитывать а здесь значит пример о том что что вносит вклад в эту задержку понятно что есть чисто аппаратные какие-то вещи связь плохая телефон старый все медленно кошмар но на нашей стороне на стороне разработчиков вот видите да в размер среднестатистической страницы 3 секунды наибольший вклад носит изображение поэтому что мы можем сделать мы узнать да какие элементы критически влияют на скорость загрузки почему потому что небольшие не весят в килобайт их тупо много и поэтому долго грузится и сделать их поменьше или вообще не использовать если это возможно что это за тяжелые элементы это в первую очередь изображение тот хируеменш он еще весит дофига пока он выкачать это вообще никому не надо поэтому получается что мы должны изучить техники оптимизации изображения для мобильных техники оптимизации как грузить соответствующий размер зависимости от скорости хотим мы этого или нет приходится это изучать знать и использовать второй момент это переиспользование элементов внутри сайта особенно если он многостраничный на 1 странично может быть это не так критично потому что страница 1 на загрузилась а когда страниц много человек читает это важно потому что элементы кэшируются если в один раз чет нарисовали она закешировалась на следующих страницах это быстрее уже отрисовываться потому что она уже есть эффективные решения по композиции это тоже самое то есть чем меньше кода нужно написать чтобы воспроизвести то что вы нарисовали тем это быстрее естественно загрузится потому что код это те же самые килобайты и все это в общем будет хорошо работать то есть чем проще ваша структура чем ее легче средствами верстки изобразить тем она будет быстрее работать ну и последний такой хак который используют сейчас довольно крупные всякие штуки например фейсбук вы наверное видели когда мы загружаем фейсбук на мобильном пока там начнутся отрисовываться первые какие-то картиночки там видны такие заглушки что здесь вот будет аватарка тут будет что-то написано тут будет аватарка записано то есть когда вы знаете что у вас есть какие-то тяжелые элементы в дизайне вы можете предусмотреть вот эти подсказки чё тут тут будет что-то чувак да и придумать их прям дизайне как они будут они могут быть даже с юмором почему они важны потому что они снижают вот это напряжение ожидания чай видишь это что-то происходит не буду закрывать может быть дождусь это наша задача снять это напряжение но от времени у меня уже нету но я хотела чтобы мы вместе подумали может быть кто-то это сделает из вас самостоятельно здесь довольно типичный лендинг располагается по адресу который тут даже видно презентацию потом куда-нибудь выложу и ее можно будет скачать посмотреть потыкать все ссылочки здесь довольно большое количество вот этих недочетов почему потому что он сделан на широко разрекламированный нами сегодня тильди но к сожалению вот когда мы открываем на мобильном он открывается там всю более-менее неплохо можно все почитать но можно лучше я хотела бы чтобы мы вместе с предложили вот эти улучшения на основании всех этих правил но к сожалению мы уже должны заканчивать вот поэтому но если кому-то интересно мы можем это обсудить и попробовать кулуарах это проделать вот большое спасибо вопросе тоже времени не спасибо